Знаете, в последнее время, в последние даже годы можно достаточно чётко утверждать и высказывать предположение, что кто-то использует климатическое оружие, не иначе. Потому что, ну как объяснить все последние выкрутасы нашей погоды, кроме как чьим-то злым умыслом. Ну, шутки шутками, уважаемые друзья. Климатическое оружие можно и нужно разбирать, потому что я не думаю, что кто-либо когда-либо откажется от такой шикарной возможности, как победить некоего противника, реального или потенциального, с помощью погодных катаклизмов каких-либо. Это ж круто. Тем более, нам уже столько лет, начиная ещё с Даниила Гранина, с этим его иду на грозу, объясняют, что люди могут управлять погодой. И более того, списывают огромные деньги, например, на разгон облаков, начиная с Московской Олимпиады какой-нибудь или недавних торжеств на 9 мая и так далее. Но давайте пока всё-таки отложим в сторону климатическое оружие. То есть, если оно есть, наверняка какие-то попытки, опять-таки, повторяюсь, предпринимаются, то всё равно оно ещё, как минимум, не играет такой большой роли по одной простой причине, что его не афишируют. Но почему тогда такая погода-то? Откуда всё вот это берётся-то? Почему за последние буквально 20 лет исчезла всякая стабильность в природе? Уважаемые друзья, а что у нас последние 20 лет происходит-то? У нас происходит потрясение в общественной жизни. И поверьте мне на слово, всё то, что делают люди, отражается на окружающей среде. И не только банально загрязнением этой самой среды или исчезновением каких-то видов животных в результате уничтожения лесов. Нет. Всё гораздо круче. Человек, человеческое общество – это очень важная часть такого всепланетного симбиоза. И ровно так, как дождь влияет на людей, точно так же люди влияют на этот самый дождь. И если большое количество людей начинают, условно говоря, заниматься ерундой, то и весь мир вокруг них погружается в этот же самый хаос. Люди влияют на окружающую среду. И потом получают ответку. Вот мы сейчас смотрим на ураганы. А скоро ведь и землетрясения начнутся. И вулканы будут проявляться. Поэтому, уважаемые друзья, не ждите ничего сладкого и хорошего не только в общественной, но и в климатической сфере. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!